Сохраняя и приумножая лучшие традиции отечественного дополнительного образования сегодня это одно из важнейших составляющих развития общего образовательного пространства. В этом году системе дополнительного образования России исполнилось 100 лет. За эти годы в ней происходили реформации, изменения, но лучшие традиции развития молодого поколения сегодня бережно сохраняются. Щелковский район по праву гордится системой дополнительного образования детей, потому что по статистике она одна из самых больших в Московской области и мы этим очень гордимся. В Щелковском районе работает 12 учреждений дополнительного образования, в которых занимается свыше 27 тысяч ребят. Так в районном культурном комплексе «Праздник столетия» системы дополнительного образования отметили масштабно. Яркие номера коллективов и солистов не оставили равнодушными никого из присутствующих в зрительном зале. Мы живем ради наших детей. И когда детям говорят, что вот настоящая жизнь начинается после школы. Ну, не все так говорят, но многие. И именно после школы они бегут туда, к чему стремится их душа. Туда, где они нашли себя. И вот тут была песня про дружбу очень хорошая. И ведь педагог образования в первую очередь становится для своего подопечного, другом. Наставник и друг, учитель. Конечно, в этот день чествовали и тех, кто отдает себя целиком и полностью выбранной профессии. Благодарственными письмами и грамотами отметили руководители, преподаватели и, конечно, ветеранов дополнительного образования района. В Щелковском районе, да и вообще, наверное, во всей стране более 100 лет назад задумались о том, что дополнительно ребенок должен воспитываться именно в системе. Не отдельно. Ну, были же, наверное, художники великие, которые воспитывали своих подмастерьев, потом из них художники. А должна быть целая система государств, которая воспитывает талантливых детей. Еще в дореволюционный период в начале 20 века в нашей стране появилось внешкольное образование. Именно тогда создавались учреждения, направленные на создание условий развития и воспитания детей, деятельность культурно-просветительскую. Становление системы произошло в период с 1918 по 1939 годы. Именно тогда образование становится государственным и включается в общую систему народного просвещения. Наверное, для наших детей главная задача состояться в жизни как человек, хороший человек, и как специалист. На сегодняшний день дополнительное образование востребовано играет большую роль в формировании личности ребенка, а также развитии молодого поколения в процессе выбранной деятельности. И существование его как системы в течение века говорит о многом. В первую очередь о необходимости. Анна Бальет, Игорь Поляков, телерадиокомпания, Щелково.